Ну а мы вместе со зрителями первого продолжаем следить за другим не менее захватывающим приключением, первым в истории автономным автопробегом по Антарктиде. Все самое интересное рассказывает наш коллега, известный телеведущий Валдис Пельш. На этот раз о том, в каких условиях приходится жить участникам экспедиции и как используют энергию солнца. Смотрим. До полюса 215 километров, один дневной переход с хвостиком. Но снежные заструги, которые мы постоянно преодолеваем, становятся все больше и больше. Внутри машин все летает из стороны в сторону, скорость падает. Но это как будто на один километр дороги положили 500 огромных лежачих полицейских. Сейчас самым ценным качеством членов экспедиции является умение схватывать все на лету. Сразу хочу сказать, дорогие друзья, условия жизни у нас шикарные. У нас есть объемные полки, у нас есть стол, компьютер, вешалки для всего необходимого и комфортабельные спальные места. Единственное, что на ночь отопление, естественно, в целях экономии топлива выключается. Поэтому к утру здесь, ну, максимум минус 10. При том, что за бортом может быть до минус 40. Но мы совершенно не страдаем, потому что у нас очень теплые спальные мешки на синтепоне, хит сезона, которые рассчитаны на минус 40 градусов. Так что мы просыпаемся совершенно незамерзшим. И что еще хотелось бы отметить. Это салон бизнес-класса, потому что здесь только три спальных места. А в соседнем автомобиле гораздо больше. Там плацкар. Надо сказать, что наша экспедиция претендует на звание «Экологический проект года». Потому что мы вовсю используем энергию солнца. Как это делается? Машины на ночь ставятся так, чтобы к 5-6 часам утра солнце било прямо в стекла кабины и прогревало таким образом салон. Согласитесь, это открытие десятилетия. Какие еще открытия ждут участников этой уникальной экстремальной экспедиции, узнаем уже скоро. Автопробег по самому южному и холодному континенту нашей планеты продолжается.